Всем привет, ребята! Добро пожаловать в моё новое видео. Сегодня мы в очередной раз приехали в Карлсруе, только на этот раз уже с моим любимым Юданом. Сегодня у нас общий выходной, и это наш первый раз, действительно, когда мы в этом городе вместе, именно с целью просто погулять и посмотреть его. Мы были здесь уже несколько раз просто проездом, очень коротко, и город показался нам тогда очень серым, таким некрасивым, грязным даже в какой-то степени. Но когда я уже без него несколько раз приезжала сюда гулять со своей подружкой, новой знакомой, которую вы видели в моём предыдущем видео, сегодня мнение моё кардинально изменилось, потому что город показался мне всё-таки совсем не таким, когда я уже присмотрелась поближе. Вообще обычно так всегда бывает. В общем, я надеюсь, что сегодня, когда мы уже вдвоём всё здесь рассмотрим, мнение Юлиана о Карлсруе также изменится, как моё, потому что город мне реально понравился. В своём предыдущем видео, когда я показывала вам свой шоппинг здесь, я мало что говорила о самом городе, я мало показывала вам мест здешних, вот. И сегодня я постараюсь наоборот, таки побольше погулять, показать вам достопримечательности, какие-то красивые места, может быть, в этом городе, вот. И в первую очередь сейчас мы пришли в зоопарк, любимое место, куда мы всегда стараемся ходить, посмотреть на себе подобных. Это не такой зоопарк, в котором мы были в прошлый раз. С форциями это уже платный, как вы помните, тот первый был бесплатным. Здесь будет намного больше разных животных, редких, красивых, тех, которые не встретятся вам, я не знаю, в деревне, где-нибудь у бабушки. Сейчас здесь хормят белых медведей, посмотрите. Здесь обещают, что есть слоны, есть белые медведи, пингвины, кенгуру, морские львы, кого только нет. В общем, короче, пойдёмте быстренько посмотрим. Сейчас мы спустились вниз, чтобы посмотреть на морских львов прям в воде, скажем так, там, где они плавают. Можно смотреть как сверху, так и снизу вот отсюда. Кругом столько детей, детские сады приходят сюда на экскурсии. Посмотрите, это уже не первая группа, которую мы встречаем. Мне очень нравится, как здесь сделан зоопарк, потому что во очень многих местах ты просто идёшь. Вроде бы вокруг тебя там лес, панды кругом, леопарды снежные, да, а сзади тебя город обычный. Мне кажется, это очень круто. Музыка. 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 Я в своей жизни никогда не видела розовых фламинго. Вот никогда. Юлян видел, я нет. Здесь повсюду летают птицы, и тут плавает бегемот. Я вообще не понимаю, куда мы зашли сейчас. В предыдущем зоопарке мы искали и не нашли рысей. Вот, пожалуйста. Я сразу вспомнила Катю с канала BobcatTV. У нее четыре, по-моему, уже на сегодняшний день таких штуки просто живут дома, в саду, в клетках. Смотрите, мы просто идем по улице, и что? Переходят дорогу, гуляют вместе с пешеходами, со зрителями. Посмотрите, он даже не боится, какой красивый. Можно подойти просто и потрогать, мне кажется. И рядом осел, травку кушают. Эй, друг. Вроде бы деревяшка, как деревяшка, веточка, а нет. Я, к сожалению, не знаю, как называются животные или даже как это называть по-русски, но это не веточка далеко. А это не лист. Здесь можно потянуть куски дерева, посмотрите. Дергаешь за веревочку, и поднимается там и деревяшка. Смотрите, какая я сильная. Я, правда, сижу на полу совсем. Вот и теперь живи с мыслью, что ты тяжелее, чем кусок бревна. Классно. Пока Юля разглядывает траву, вон, посмотрите, там, где, кстати, вон, слоны. Что он делает? Тоже, наверное, делает зарядку с утра. Здесь можно пройти к летучим мышам. Я боюсь туда идти. Юля говорит, что пойдем. Ну, давай же, ходи. Мари! 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 сейчас мы идем в японский сад юлин всегда знает как получаться на видео хорошо посмотрите как здесь красиво тишина и спокойствие как в японии я всегда хотела туда съездить и в речке валяется бреется интересно я смогу так прогуляться у меня страх высоты очень красивое место а вот здесь вот по этому озеру можно проехаться по всей территории зоопарка на лодке самоуправляемой которая плывет автоматически на самом деле классно посмотрите как красиво тишина несмотря на то что кругом дети все-таки на этой лодке ты как-то сидишь один и тебе не тебя ничто точнее не отвлекает детей не спереди не сзади не слышно только я юлиан которому что-то попало в глаз и птички птички юлиан только что купил себя бутылку фанта покажу вот и почти допил ее и говорит что сейчас поставку не допьет вместо того чтобы идти гулять дальше он вернется в машину и положит ее обратно потому что бутылки как вы знаете здесь можно сдавать и ты получаешь 25 центов за бутылку обратно вот и кто говорил что немцы точнее не жло бы что это все стереотип вот посмотрите на него я говорю ему выброси он говорит что нет я заплатил за это и теперь я получу свои деньги мы сходили в старбакс юлиан попробовал впервые вообще напитки оттуда потому что он не пьет кофе был твердо убежден в том что там кроме кофе ничего не продают и ему понравилось так всегда когда я что-то говорю что мне что-то нравится он говорит что нет это плохо как-то вы может нравиться хотя сам там никогда не потом когда я все-таки уговариваю на то что больше попробовал он говорит что да да нормально он говорит только что увидел такую наподобие рекламу это партия сейчас они везде развешены потому что скоро выбора и говорит там было написано каждый голос за нас это голос за нас кто-то фандаст вас подтягивает если бы я придумывала рекламу для партии скорее всего она выглядела мы идем сейчас смотреть замок тот который находится в центре города я бы не назвала это замком я даже не знаю почему вот называется именно так потому что выглядит она ну вы увидите как это выглядит вот очень красивое место кстати там можно провести практически целый день потому что там очень много места для прогулок там есть огромный сад это такая даже я бы сказала усадьба вон он уже этот замок мы практически пришли и кстати я считаю очень удобно что все интересные места но не все конечно но очень много интересных мест скажем так находятся именно в центре города то есть ты можешь без проблем приехать на один день и тебе не нужно разъезжать туда-сюда до чтобы увидеть что-то стоящее скажем тогда потому что все находится не так далеко друг от друга когда мы зимой приезжали сюда на рождественский рынок на месте вот этой поляны перед замком огромная поляна где сидят люди сейчас отдыхают и так далее там был каток большой каток на котором можно было просто прийти и покататься ну типа как в москве на красной площади знаете да вот а сейчас здесь такая полянка на которой люди вон играют в мячик сидят лежат отдыхают вообще все здесь очень так это тихо мирно даже не скажешь на этот центр крупного города юлиан шутит про то что у ворот высокая степень защиты посмотрите здесь какие вот огромные ворота все и все такое а тут ну вот заходите пожалуйста можно перелезть а можно просто пройти вообще конечно за один день обойти все достопримечательности любого города наверное даже не только карлосова нереально как я сказала только что да потому что вот даже в самом зоопарке мы провели это уже практически полдня и у нас осталось буквально времени сейчас немножко погулять и потом стоять покушать и все то есть наступает уже вечер и один день закончился очень красивое место на самом деле потому что посмотрите какое огромное владение огромный замок посмотрите вот только и все вот это вся эта территория тоже насколько я знаю по крайней мере принадлежит к нему а если пойти вон туда зайти за этот замок то там находится еще один огромный парк сейчас как раз туда и пойдем то есть вы только представьтесь насколько огромная эта территория вот здесь можно зайти в очень красивый большой парк там есть озеро с птичками там есть огромная поляна где обычно отдыхают люди устраивают какие-то пикники там он сзади есть огромный пруд не огромный конечно довольно большого размера с птичками там живут лебеди там живут утки вам даже некоторые не знаю если вам видно гулять по траве смотрите около фонтана радуга там где было озеро там еще можно сидеть и ну не знаю насколько кормить но по крайней мере смотреть на птичек вот и там очень спокойно очень красиво сидишь как будто бы в лесу и как будто бы ты даже не в городе находишься он добился своего мы идем искать еду я даже придумала куда мы пойдем как уже сказала сначала когда мы впервые сюда приехали нет город не очень понравился потому что ну во первых мы были в основном только вот на таких вот улицах как это сейчас да это там они были немножко кого пошире там ходили трамваи кругом то есть было не так чисто было очень много самых разных людей которые выглядели там я не знаю опасно безопасно и впечатление о городе составилась на такое не очень приятное вот но когда как я уже сказал у меня появилась возможность рассмотреть еще и другие его части я поняла что ну нет как бы нельзя строить свое мнение и свое впечатление только по одному какому-то место нужно сначала приехать несколько раз в общем мы зашли в место которым я уже была один раз в одном из предыдущих моих визитов в этот город и не то чтобы мне понравилось то как здесь готовят но мне понравилось что здесь очень большой выбор еды и напитков это тоже редкость довольно такая редкая редкость я бы сказала да для германии потому что ну ладно выбор еды большой в принципе это не редкость не такая напитки если ты пришел в ресторан особенно безалкогольный это ну я прям не знаю когда увидишь ты думаешь господи вал куда я попал потому что обычно тебе предлагают из безалкогольных это кока-колу фанту справить ну и водичку конечно сок возможно может быть это мне так не везло постоянно может быть она действительно так но большинстве мест в которых мы были действительно это правда здесь очень много лимонадов разных здесь ну тут уже пошли другие напитки здесь очень много горячих напитков тоже что довольно таки приятно видеть да поэтому меня это привлекает и еда кстати мне здесь понравилось не особо но я даю этому место второй шанс потому что ну возможно я просто взяла что-то не то да смотрите меню довольно-таки тоже большое разнообразное так что даже завтрак есть а еще мне кажется очень симпатично выглядит здесь карта мороженого потому что посмотрите тоже довольно таки большой выбор все очень красиво сервирует в предыдущий раз я заказала себе здесь рыбу с картофельным салатом поэтому как бы от этой рыбы я много и не ожидала то есть она выглядела я даже вам сейчас покажу вот эту рыбу от нее в принципе много и не ожидала потому что рыба с картофельным салатом но рыба мне показалось что как будто бы ее просто купили супермаркете и разогрели бы в этот раз я заказала себе уже кое-что другое юля заказал себе бургер бургеры должны быть здесь кстати тоже довольно таки хорошие юля он доволен наконец-то принесли его еду он заказал себе бургер с картошечкой фри кетчуп майонез все как положено про то как на вкус расскажет потом но мне кстати принесли картошку запеченную с творожным сыром вот и два кусочка курицы к нему ну кстати на вкус очень даже неплохо бургер бургер должен быть очень хороший по его словам потому что посмотрите насколько он свежий нашла магазин где все по евро посмотрите ничего не напоминает мы возвращаемся по тому же мосту и смотрите кого я увидела он до сих пор гуляет там по улицам его по моему на все вообще наплевать что происходит вокруг просто идет и гуля мне бы так а нет мне завтра на работу ну вот и все вы нагулялись и отправляемся домой к себе свою глушь и в лес скоро наступит июль и будет очень много роликов скорее всего про переезд про новую квартиру про покупку мебели вот так что если вам это интересно если вы ждете и хотите увидеть что за квартиру мы там все наконец-то нашли сколько может качаться моя рука уже устала таскать эту камеру так вот если вам интересно посмотреть на ту квартиру которую мы нашли то не забудьте подписаться на канал не забудьте поставить лайк иначе мне будет обидно из-за того что вам не нравится то что я снимаю спасибо всем за просмотр друзья пока и ну короче вы поняли